Второй республиканский форум некоммерческих организаций, сокращенно НКО, пройдет 8 и 9 декабря в Чувашии. О предстоящем событии будем говорить с руководителем аппарата Общественной палаты Чувашской Республики Татьяной Николаенко. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я начну с данных опроса Левада Центра. Только половина опрошенных знакома с выражением некоммерческой организации. Поэтому давайте телезрителям сразу поясним, что это такое. Некоммерческая организация – это, прежде всего, не государственная организация, которая осуществляет свою деятельность в различных областях и сферах экономики, причем в уставных целях, которые не являются привлечением и получением прибыли. Это, видимо, самые разные направления – волонтерство, поддержка культуры, спорт, патриотическое воспитание. Вот на какие направления в этом году на форуме сделаете акцент? Какие темы будут подниматься? Ну, форум разносторонний. То есть мы привлекаем все некоммерческие организации и просто гражданских активистов, кому неравнодушно вообще развитие гражданского общества в Чувашской Республике. Основные тематики, которые мы поднимаем, достаточно глобальные. То есть это можно озвучить, не знаю в программе, как это будет четко звучать. Это «Чувашия – будущее. Стратегия развития». Это такая большая глобальная тема, под которой мы попытаемся разработать некие проекты, механизмы взаимодействия общества, власти, бизнеса. То есть вторая тема – это здоровье и сбережение населения, как главная задача общества, под которую мы собираем организации, кто неравнодушен к формированию здорового образа жизни, населения Чувашской Республики, развития спорта. Следующее направление – это экология. С приближающимся и объявленным в России годом экологии в 2017-м мы особое внимание выделили ее в отдельную тему. Поднимем экологические тематики, в том числе общественный экологический контроль. Еще следующая большая будет секция или площадка – это «Качество диалога власти и общества». Сделаем акцент на общественный контроль, который, как вы понимаете, в последнее время приобретает очень большое значение, причем в различных сферах развития экономики. И пятая площадка – это «По просьбе молодежи» мы выделили отдельно молодежные социальные кадровые проекты, где мы будем учиться писать проекты, как их продвигать, потому что молодежь сейчас у нас в приоритете. Ну и последняя площадка – это как раз, видимо, какие-то правовые консультации, да, и так далее. А в целом это будет разбор каких-то проектов, это, может быть, какие-то лучшие практики будете рассматривать. Как будет форум? В обязательном порядке. То есть у нас формат форума подразумевает такие две части, да, это новый для нас организационный формат – форсайт-сессии. То есть это разработка некой стратегии, некий мозговой штурм, из которого мы хотим и вынести основные направления формирования и взаимодействия власти и общества, основные направления, проекты развития региона с участием некоммерческих организаций, гражданских активистов. Естественно, будут представлены лучшие практики. Мы также вообще организуем небольшую мини-выставку, то есть достижения наших НКО. Будут заслушаны основные показатели также. Но основная форма работы форума – это все-таки дискуссионные площадки, где мы постараемся выработать предложения к органам власти и вообще к обществу в целом, как нам вместе работать. Взаимодействие, да, Рима. Ну вот первый республиканский форум НКО прошел в 2014 году. За два года что изменилось? Что-то может быть в работе самих НКО? Да, работа изменилась. Изменились, наверное, в некотором роде сами НКО. Все стали понимать, хотя вот не любят и ругают меня за такое название, как некое потребительское отношение НКО. Мы все понимаем, что НКО делится на те, которые глобальные, которые, наверное, государство поддерживает в первую очередь. Но в то же время приоритеты у нас изменились в наше время. Мы должны понимать, что без совместной отдачи, без отдачи НКО что-то, невозможно им что-то и получить. То есть, поэтому за это время, наверное, произошло переформатирование сознания некоторых НКО. Появилось очень много молодежных НКО. Более активно стали использоваться соцсети. По поводу поддержки, наверное, тут есть свои вопросы. Изменилось вообще взаимоотношение между НКО? Мы, думаю, покажем это на форуме. Буквально в начале ноября в Москве прошел форум под названием «Сообщество». Обсуждали развитие волонтерского движения, финансирование социальных проектов, какие-то помощи НКО на законодательном уровне. Чем наш форум будет отличаться от форума «Сообщество»? Мы постараемся в первую очередь выработать какие-то предложения к органам власти, в целом к обществу по отношению к НКО. То есть, это и грантовая информационная поддержка. То есть, мы понимаем, что без поддержки в нынешних условиях НКО тоже очень трудно. Мы постараемся их научить, как самим выжить в таких условиях. На законодательном уровне тоже у нас у общественной палаты есть свои предложения к нашим законодательным органам и к руководству республики. И вот тоже, буквально перед форумом в Москве, опять же, глава общественной палаты России Александра Бричалова говорила о некой новой концепции развития НКО, которая собиралась представить Путину. Вот что она должна изменить? Не знаю, что он имел в виду под новой концепцией развития? Новая концепция развития НКО прежде всего предусматривала и собирала в себе предложения самих НКО и гражданских активистов по 9 форумам, которые прошли в регионах России. Сама концепция предусматривает, прежде всего, поддержку НКО на законодательном, финансовом, грантовом уровне. То есть, туда собирались предложения именно НКО, чего им не хватает. То есть, это такая глобальная концепция, которая сейчас в плане переработки, и, я думаю, она скоро будет представлена. Если тоже говорить еще до форума, на ваш взгляд, что сейчас не хватает как раз НКО? Какой поддержки? В нынешних условиях мы можем говорить о том, что, в частности, в нашей республике, в этом году, например, на региональном уровне не выделено финансирование на поддержку НКО. Хотя бы тот минимум, который предыдущие три года был. Вот в этом плане. Наверное, нашим НКО действительно не хватает информационной площадки. Каждый НКО варится в собственном соку и выставляет новости в соцсетях, в своих глобально. Нету такого. Нам не хватает помещений НКО. То есть, много просьб НКОшек негде размещаться, либо это запрашивают бешеные деньги за арендную плату. То есть, сейчас мы будем выходить как раз на этот форум с предложением ввести какие-то льготные арендные ставки, может быть. Или предоставлять на безвозмездной основе. Ну, в общем, если не финансовая поддержка, то хотя бы какая-то либо имущественная, налоговая, возможно. Некоторые организации, например, которые активно занимаются благотворительностью, возможно, им надо предоставить налоговые преференции. И, да, мы уже немножко затронули эту тему. Все-таки, каких итогов и результатов ждете от форума? Мы ждем обратной связи. Мы надеемся, что НКО в этот раз будут более активны. И судя по интересу, который они сейчас проявили, мы ждем обратной связи. То есть, именно от НКО в сторону общественной палаты? Да. Мы ждем не только в сторону общественной палаты, ждем в сторону экспертов, ждем в сторону органов власти, чтобы НКО сами сказали, что им нужно и в чем они заинтересованы. Ну, то есть, да, чтобы они сами, естественно, услышали. Они мы вытягивали и предлагали. То есть, мы хотим увидеть их видение развития общества в Чувашии. Ну, тогда, действительно, что бы еще хотелось отметить в преддверии форума вам? Ну, мне хотелось бы, прежде всего, пригласить всех, кто неравнодушен к развитию гражданского общества в Чувашской республике, к развитию республики в целом, на наш форум, на площадке форума, на форсайт-сессию, где можно будет встретиться с экспертами, известными общественными деятелями, деятелями бизнеса, подискутировать и предложить свои проекты развития своей НКО и республики в целом. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с руководителем аппарата Общественный палат в Чувашской республике Татьяна Николаенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова